Активные игры на свежем воздухе, знакомство с национальными традициями и кухней. 40 ребят из детского дома и школы имени Антона Пырерки посетили туристический центр. В год добра, накануне Дня защиты детей, депутаты окружного собрания устроили для них настоящий праздник. Веселые старты, излюбленная игра малышей. Правда, сегодня в командах и третий, и девятый, и даже одиннадцатый класс. После завершения учебного года так и хочется позабыть об уроках и вдоволь повеселиться. Времени на подобные вещи нет, кроме как тренировки я хожу на волейбол и стрябок. Поэтому я до основных таких вот сплошенных командных игр у меня не было, наверное, уже года два. Праздник на открытом воздухе устроили депутаты окружного собрания, разработали игровую программу, организовали мастер-классы и знакомство с национальными видами спорта. Вот красиво, вот это был чемпионат. Да, 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 красиво, красиво. И, показал. Молодец, о, завали, молодец. Для маленького Ромы метать тензей – дело привычное. Своё детство он провёл в стойбище, приобрёл навыки оленеводства от отца. Теперь бывать в тундре удаётся нечасто, а держать в руках такой родной тензей тем более. Давай, 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 поймай, 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 затяни, затяни, затяни. Кстати, видно, что парень оленевод, потому что спортсмен имитнул, попал и всё. А здесь он пытался затянуть и стреложить оленя. То есть, демонстрируют реальные навыки оленевода. Видно, что вот он реально пас оленей, видел, как пасут оленей. В настоящем стойбище должны быть олени, причём ручные. Они едят хлеб из рук человека, дают себя гладить и фотографировать. Погружение в быт тундровых кочевников продолжается в чуме. Рассказ о традиционном жилище ненцев ведёт Ксения Евтысая. Сначала связывают вот три шеста, их разводят, и остальные шесты укладывают на них. Потом поднимают поднючье, в следующий идёт нюк. Вот это летний вариант чума. Чум по своей конструкции прост, однако устойчив к ветру, защищает от холода и приспособлен к кочевой жизни оленевода. Его пространство легко трансформируется в спальню, рабочий кабинет или столовую, в зависимости от ситуации. Посещение чума, как по сути оленей в тундре, и вопросы экологии, они также сегодня будут подниматься и рассказываться ребятам. Мы совместили три мероприятия. Это год добра, год экологии и Международный день детей. Смена обстановки, новые эмоции и внимание взрослых. Такой подарок получили ребята, оставшиеся без попечения родителей накануне Дня защиты детей. Валентина Чипичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север.